Ну что ж, снова всем привет, друзья! Продолжаем играть в сборку All The Mods. Попробуем выбраться из той неудобной ситуации, которая у меня случилась в конце четвертой серии. К сожалению, однозначно добраться вот в таком состоянии до точки моей смерти я не смогу. Поэтому единственный способ мне добраться до этой точки, это вернуться домой. Домой вернуться можно двумя путями. Да нет, наверное, даже не двумя путями, а путь всего один. Мне просто нужно снова откиснуть от любого моба и дома снова снарядиться и отправиться в путешествие уже до точки моей смерти. А, можно даже не до точки смерти, а можно до Незер Фортрес. Не знаю, смогу ли я дойти до портала. Не смог. Так, теперь у меня есть два ключа, прекрасно. Я могу попробовать телепортнуться при помощи вот этого вот пьедестала. Незер Фортрес. Нет. Да, вот. Сюда нам надо. Пока что я под бафом призрака. Есть шанс добраться до места смерти и залутать свой инвентарь. Как говорится, безвыходных ситуаций не бывает. Я уже близко. Чтоб понять, как туда попасть. Ага, вот он, вот он, вот он, вот он, этот зомбачок. Я ему не прощу того, что он со мной сделал, поэтому мы его сейчас будем убивать. Это не просто зомби пиглин, именной зомби. Та-дам. Так, и обычно с него что-то выпадает. Такое хорошее, магическое. Ничего хорошего с него не выпало. Может быть, вот это вот Diamond Pickaxe Lightbringer. Может быть, вот это? Оу, да. Эта кирка позволяет правой кнопкой мыши ставить факела. Но при этом она тратит свою прочность. В принципе, три палки эфрита у меня есть. Вроде как, это все, что мне нужно. Для того, чтобы проапгрейдить мою книгу заклинаний, это раз. И для того, чтобы сделать заклинание замедленного падения, это два. Я отправляюсь домой. Предыдущая серия и моя нелепая смерть показали мне, что я должен разобраться с модом Coral Tombstone. Контроль, K-Bins. Компендиум, конфигурация, Knowledge of Death. Мне нужно назначить кнопку Knowledge of Death. Кнопка U это будет. Итак, я прокачался уже на целых пять уровней. Дает шанс получить ключ, который способен будет меня телепортировать к месту смерти. И я, наверное, сейчас больше всего вкачаю именно в это. Теперь я могу себе сделать еще могилку из мода Coral Tombstone. Кстати, мне дали вот такую вот эссенцию смерти. Не знаю за что, но раз мне ее дали, я сейчас сделаю себе могилку. Четыре. Я себе хочу красивую могилку. Давайте вот такую. Та-дам. Так. Рядом с кроватью поставлю могилку. Не знаю, нет. Могилку поставим где-то, 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 где-то тут. Через время на эту могилку придет какая-то заблудшая душа. И она уже будет являться магическим ингредиентом для создания каких-то магических предметов. Так. Ну и самое главное теперь вообще, ради чего все затевалось. Целых две серии мы шли к этому. Мне нужно проапгрейдить вот эту книгу до второго тира. И... Та-дам. Наконец-то. Теперь я маг второго тира. То я был новичок, а теперь уже эта книга именно мага. И в этой книге появляется заклинание экстракт. То есть теперь я могу пользоваться этим заклинанием и добавить в него экстракт. Экстракт добавляет шелковое касание к любому разбиванию блоков. Если я сейчас разобью этот блок, он выпадет полностью блоком. Это просто прекрасно. Почему? Потому что теперь я смогу собирать руды в чистом виде и иметь очень хороший профит, когда буду закидывать их в таком виде в эти мои жернова. Ух ты, нифига какой скелет. Обычный скелет, а поджигает. Допустим, с обычным железом как обстоят дела? Если я просто разбиваю железо, то выпадает всегда один кусочек сырого железа. При этом если я разобью при помощи своей магии, я получу блок железной руды. А блок железной руды я могу уже подробить и гарантированно получить 2 дробленых железа и еще до 5% шанс получить еще один. Так, и следующее теперь что мне нужно? Мне нужно новое заклинание. Заклинание замедленного падения. Если внимательно посмотреть, то вроде как все что нужно для этого заклинания у меня есть. 1 blaze rod, nether ward, air essence, одно вот такое вот крылышко и 2 пера. Так, раз и два. И колдуйся магия. Теперь, когда у меня есть глиф замедленного падения, я могу вот эту свою магию сделать более безопасной, добавив сюда замедленное падение. Пойдемте теперь попробуем, как будет работать это заклинание. Теперь я практически могу летать. Правда мана тратится, конечно, довольно быстро, но все равно. Да, все, у меня нет маны, закончилось. Нет. Ну как бы там ни было, это уже такой довольно классный способ перемещения. И перемещаться по nether мне теперь будет тоже намного безопаснее. За кадром я решил немного позаниматься магией и исследовать новые заклинания. Первое, что я решил изучить, это аугментация усиления. Добавляется увеличенная мощность большинства эффектов заклинаний. Можно увеличить уровень копки и разбивание всевозможных блоков. И также увеличить урон заклинаний. И естественно этот эффект я применил практически ко всем своим заклинаниям. Следующее заклинание копать я усилил немножко иначе. Я усилил его не только аугментацией эмфли, я добавил к нему еще две новые аугментации. Первая аугментация называется экстракт. Аугментация экстракт создает эффект шелкового касания. То есть когда я разбиваю блоки при помощи заклинания, то блоки собираются так, как будто бы я разбиваю их киркой с шелковым касанием. И естественно это заклинание не комбинируется с заклинанием фортуны. И еще одна аугментация, которую я изучил за кадром, называется АОЕ. Area of Effect, если перевести с английского, эта аугментация увеличивает радиус работы любого заклинания. К примеру, если мы пытаемся разбить какой-то блок, то наложив заклинание АОЕ один раз, мы получаем эффект разбивания не одного блока, а сразу же четырех. Если этому же заклинанию мы придаем эффект 2 АОЕ, тогда получается радиус заклинания уже 3 на 3. Ну и соответственно можно сделать заклинание еще более мощным по территории. Но есть одна проблема. Каждая следующая аугментация того же типа, призванная усилить наше базовое заклинание, оно увеличивает потребление маны просто в какой-то невероятной геометрической прогрессии. И вот я получил себе заклинание, которое может копать туннели радиусом 5 на 5 блоков. Но главная проблема в том, что за 3 заклинания я потратил себе всю свою ману. Следующее заклинание, которое я изучил, нам дает возможность создавать источники света при помощи магии. Заклинание я назвал Light, и оно создает вот такие вот источники света по типу факелов. В чем прелесть этого заклинания? А прелесть в том, что находясь в одном углу пещеры, мы можем засветить практически всю пещеру. Очень классное заклинание, которое освобождает меня от необходимости постоянно носить с собой факелак. Теперь мы исследуем заклинания, которые очень полезны в хозяйстве. Первое заклинание называется Fell. Оно позволяет рубить деревья. Если мы его соединяем с эффектом Projectile, то мы можем рубить деревья на расстоянии. Причем он рубит не только деревья, но и листву тоже. При этом точно так же с этим заклинанием мы можем поиграть, добавить ему усиление, увеличить радиус его работы. И даже наложить аугментацию экстракт, которая позволит нам получать листья, как будто бы мы разбили их при помощи шелкового касания или собрали ножницами. Любое усиление увеличивает потребление маны просто в разы. Еще одно очень полезное заклинание, которое я изучил, называется Grow. Расти. Это заклинание создает эффект, как будто бы мы кликаем по любой растительности при помощи костной муки. Вот видите, идут такие зеленые партиклы. И последнее заклинание, которым я хотел бы поделиться, называется Horse. Это возможность призвать себе на помощь лошадку. Лошадка получается довольно мощная, у нее очень много сердечек. Единственное, по факту, это все-таки не совсем лошадка, это Саммон. Я не могу посмотреть ему в инвентарь, а значит я не могу поменять ей седло. И, честно говоря, я не знаю точно, но возможно, что она со временем просто исчезнет. Если убить эту лошадку, то из нее не выпадает никакого лута. Даже опыта. Еще за кадром я поэкспериментировал с книгами заклинаний, которые я находил в специальных лут-сундуках, которые разбросаны по миру. К примеру, вот такое вот интересное, забавное заклинание призывает нам в помощь не обычную лошадку, а костяную. Кстати, эта лошадь, она, по-моему, намного быстрее. Ну, прыгает она, наверное, точно так же. Здоровья у нее примерно столько же. Но по скоростным эффектам, мне кажется, что она быстрее. Опять-таки, я не знаю, через какое время она пропадет и пропадет ли. И точно так же ей нельзя залезть в инвентарь. Ну, соответственно, и поменять броню. Следующее заклинание, которое я уже пробовал в Незере, это заклинание, которое зачем-то призывает в мир дельфинов. И еще я нашел тоже какое-то удивительное, уникальное заклинание. Смотрите, что происходит. Блоки как будто бы перетасовываются между собой. При этом часть этих блоков в итоге попала мне в инвентарь, а какие-то блоки снизу переместились наружу. Не знаю, честно говоря, зачем это заклинание и как оно мне может помочь. Но сам факт того, что можно достигать вот таких вот интересных эффектов от заклинаний, делает мод Арснова просто каким-то невероятным, шикарным и суперским модом. Говорит о том, что наши магические возможности ограничены лишь нашей фантазией. И обладая такими возможностями, я хотел показать, как здорово можно использовать их в пещерах, собирая всевозможные ресурсы. К примеру, я планирую посетить вот ту часть пещеры, но там ничего не видно. Более того, чем ближе я туда подхожу, тем больше шансов, что могут заспавниться какие-то агрессивные мобы. Так, эндермены для меня на вес золота, поэтому вижу эндермена, обязательно я пытаюсь его убить. Ура! Еще одна жемчужина! При помощи заклинания Дик я могу копать всевозможные руды. Причем можно копать вот таким вот огромным радиусом. Но вот таким вот радиусом можно вполне себе выкапывать всевозможные ресурсы. Причем, как мы помним, я наложил на это заклинание эффект шелкового касания. Ну и, к примеру, те же алмазы я могу теперь собирать при помощи шелкового касания. Руду, собранную шелковым касанием, я могу раздробить ее и получить себе гарантированно два алмаза и 25% шанс получить еще один лишний алмазик при дроблении. Вы спросите, а почему я не сделаю себе заклинание удача? К сожалению, с заклинанием удачи есть одна засада. При том, что оно мне уже в принципе доступно. Проблема заклинания удачи заключается в том, что для его создания мне необходима кроличья лапка. Найти в обычном мире кролика довольно сложная задача. Чаще всего они обитают в пустынях, а я, к сожалению, пока что еще не нашел ни одного пустынного биома. Поэтому, естественно, как только у меня появится возможность где-то себе раздобыть кролика и выбить из него кроличью лапку, конечно же, я сразу же себе сделаю заклинание фортуны. Но пока что приходится обходиться с шелковым касанием, при помощи которого я могу уже получать все равно дополнительный эффект от собранной руды. Конечно же, со временем я планирую сделать все глифы заклинания, которые есть в моде Арснова. Но пока что я буду создавать только самые полезные заклинания, которые нужны мне для развития. Я до сих пор не собрал награду за создание новой книги заклинаний. Сейчас мне должны были дать какое-то случайное заклинание. Мне дали заклинание глифов пул. К примеру, если в заклинании ломание блоков я уберу эффект экстракт и ломать, а добавлю пул, то по идее сейчас вот эта стенка должна будет сместиться. Ой, я подтянул блоки к себе. Пул заклинание это не толкать, а подтягивать. Пуш это толкать, точно. Это мой кривой английский. И раз уж я развился в моде Арснова, я бы хотел теперь сделать себе новое оружие. Мод предлагает нам на выбор несколько видов оружия. Меч стандартно, лук и вот такой вот кастинг вант. Первым делом я планирую создать себе вот такой вот Enchanter's Sword. Enchanter's Sword дает тебе возможность при атаке использовать заклинание касания. Все заклинания для меча могут быть также усилены при помощи аугментаций. То есть я создам себе не просто меч, а меч, на который мы сможем добавить специальные заклинания из мода. Для его создания потребуется два золотых блока, алмазный меч. Все это есть у меня. В своих приключениях я нашел такой вот алмазный меч, который называется Interacted Diamond Sword of Duelist. То есть меч дуэлянта. Единственное, что я не знаю, этот меч будет определяться модом как алмазный обычный меч или нет. Выкладываем рецепт на пьедесталах. И пробуем вложить этот меч. Так, алмаз, два золотых блока и два Source блока. Вроде все выложил. А, алмаз один лишний, все понял. Во-первых, изначально я получил шикарное оружие. Ох, слушайте, все эффекты, которые были на том мече, они передались на этот меч. Ё-моё, а мне огненный эффект не нужен был. Ну что ж, попробуем испытать мой меч в полевых условиях. Напомню, что в данный момент мой меч не обладает никакими дополнительными эффектами из мода. Да, получился довольно мощный меч. А так, вот, пожалуйста, у меня тут рядом, оказывается, есть еще один спавнер. А, кстати, кстати, кстати. Теперь, когда у меня есть шелковое касание, я могу собирать спавнеры при помощи этого шелкового касания. И таким образом получать себе спавнеры в первозданном виде. Этот эффект нам дает мотопофеоз. Теперь этот спавнер я могу поставить у себя где-нибудь на базе, создать мобогринделку. И мобогринделка будет непрерывно перемалывать зомби и давать с них всевозможный лут. Кстати, в этом сундучке лежал еще один шикарный девайс, уже из мода Pneumatic Craft. Называется спавнер-агитатор. Такой шикарный апгрейд, который мы ставим себе на спавнер. И тогда спавнер начинает работать на постоянной основе так, как будто бы рядом с ним всегда есть игрок. А теперь можно уже действительно попробовать наложить какое-нибудь заклинание на этот меч. Добавить эффект Харм и усилить его, к примеру, два раза. А-дам! Ага, значит, сработало. Ну что ж, снова идем проверять наш меч. Так, их нужно бить на расстоянии. Сильные твари не дают к ним подойти. Я нашел паучка, сейчас попробуем с ним сразиться. Паучок, конечно, это довольно слабый моб. Ну, за два удара мы его убили. Честно говоря, я до конца не понимаю, как бы урон усилился или не очень. Так, валим-валим-валим-валим-валим-валим. Яд это, блин, зло. Вот так вот я доигрался. Кстати, я прокачал себе знание получения вот такого вот ключа. И сейчас мне выпал ключ, при помощи которого я смогу телепортироваться сразу к могилке. Та-дам! Конечно, жаль потерянного опыта, но ничего страшного при этом не случилось. Кстати, теперь я могу отправиться в Незер, собрать спавнер Блейзов, который я нашел за кадром. И сделать уже у себя дома где-то гринделку эфритов. И получать эфритовые стержни в любом количестве. В принципе, без долгих подготовок я могу отправляться уже сейчас. Крепость 2. Я еще нашел одну крепость за кадром. И даже нашел в этой крепости спавнер эфритов. Годится. В общем-то, это была главная моя цель похода в Незер. А это значит, что сейчас я могу отправляться домой. Сейчас я быстренько здесь сделаю комнатку 5х5 блоков и поставлю здесь спавнер эфритов. Я думаю, вот такой комнатки будет достаточно. И теперь мне нужно придумать способ, как мне всех эфритов сталкивать в одну сторону и при этом сразу же убивать. В сборке есть мод, который называется Mob Grinding Utilities. И в нем предусмотрено все для создания мобогринделок. Так, и первое, что мне нужно, мне нужно сделать пару вот таких вот вентиляторов. Ну, хотя бы 3 штучки сделаю. Первый вентилятор будет дуть сюда, ко мне. Когда сюда Mob будет попадать, он будет толкаться сюда, вот к этой стене. Мне нужен еще один вентилятор. Раз, два, три. Размещаем его где-то тут. Или где-то тут. И мне нужно сделать два вот таких вот апгрейда. И все бы ничего, но у меня не хватает перьев. Я отправился на поиски курочек, но пока что, к сожалению, нашел только три курочки, из них выпало два перышка. А мне для одного апгрейда нужно три пера, поэтому пока что мне не хватает даже на один апгрейд. Красивенькая деревенька такая, что за мод интересно добавляет подобные деревни. А может быть это ванильные деревни теперь так выглядят? Майнкрафт по-прежнему удивляет. Посмотрите, какая красивая деревня. Если вам кто-то скажет, что в Майнкрафте плохая графика, покажите ему это видео. А потом плюньте ему в лицо. За всех майнкрафтеров, за всех игроков, которые обладают фантазией и могут находить красоту даже в этих кубах. Я все сказал. Кстати, своим путешествием я на самом деле преследую сразу две цели. Первая цель это, естественно, найти немножко курочек, чтобы собрать с них перья. И вторая цель, я ищу себе красивое место, где бы я мог поселиться и построить свою базу. У меня, по-моему, зареспился рядом с базой опять какой-то музыкальный моб. Напугал меня сейчас до усрачки. За звуки. Походу он зареспился где-то здесь. И что, долго он меня будет мучить так? Где-то рядом с базой у меня залезвился опять какой-то музыкальный моб. Доводит меня просто до какого-то безумия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА вот он этот скелетон который меня доставал жути нагнал конечно кошмар в данный момент мне нужно отделить курочек отсюда чтобы я их мог спокойно разводить и потом спокойно убивать я полез в на и смотреть что можно сделать из вот такого вот поводка и обнаружил вот такую вот штуковину называется моб йонкер я решил ее сделать и попробовать вообще что это такое и каково было мое удивление эта штука которая позволяет посадить любого моба в клетку не знаю любого или нет по по крайней мере домашних животных я могу теперь засовывать в эти клетки и и перетаскивать туда куда мне будет нужно мне кажется что теперь у меня должно хватить перьев на создание двух апгрейдов 1 и 2 и теперь когда у меня есть два вот таких вот апгрейда я могу вставить их вентилятор отобразить арию вот они будут работать ровно до последней полоски а последняя полоска будет уже всех мобов сдвигать вот сюда и сюда я уже поставлю себе моб краше который будет убивать мобов и теперь делаем себе вот такой вот мог мэшер моб мэшер поставим сюда вот сюда я поставлю рычаг все моб мэшер теперь работает и в общем то мой гриндер мобов готов самое главное правильно сделать отступы раз два три от этой стены и раз два три от вот здесь он будет стоять нет гнезду блин ну и теперь на постоянной основе здесь будут спавниться блэйзы и мог мэшер будет их убивать а я буду получать вот такие вот блэйз роды еще я на вот этот вот блэйз спавнер поставлю спавнер агитатор и блэйзы теперь будут спавниться здесь на постоянной основе даже когда я не буду находиться рядом теперь можно сделать вот такую вот специальную вакуумную воронку которая будет собирать ресурсы и в том числе опыт на определенной территории ага ну и теперь на спавнере ставим вот такой вот сундучок и вот такую вот воронку и указываем ей передавать все предметы которые она соберет в этот сундучок теперь еще нужно будет поставить любую цистерну для того чтобы сливать жидкий опыт который будет здесь образовываться в эту цистерну и на этой ноте я думаю уже можно будет подвести итог пятой серии я хорошенечко изучил магию наделал себе большое количество всевозможных полезных заклинаний сделал себе заклинание при помощи которого более-менее полноценно можно уже путешествовать по миру и в том числе по незеру создал заклинание шелкового касания собрал спавнер блэйзов и сделал себе гринделку которая на постоянной основе убивает блэйзов и дает мне какое-то количество блэйз родов для моих нужд на этом буду заканчивать эту серию всем спасибо за просмотр всем здоровья и удачи подписывайтесь на канал жмякайте на колокольчик пишите комментарии и до встречи в следующих сериях пока пока